Всех благодарю за совместную работу. Вакантны 23 места. Казалось, старая колода свое отжила, однако сработал реверс. По итогам первого месяца 2021 года небитыми остались карты 17 министров и зампредов. Колода немного перемешалась, но из игры вышли всего 6 фигур. Статус зампреда потерял Алексей Мишенин, к нему появились претензии у следственных органов. Неудел остался зампред по сельскому хозяйству Доба Жалсан Чирипов. Министерских портфелей лишились министр по инвестициям Дарья Архенчеева, глава Минтранса Александр Аюшеев, Сергей Желтиков покинул Минпромторг, а Минприроды оставил Александр Хандархаев. Полностью укомплектовать новый состав правительства смогли только спустя два месяца. Последним в обойму аж из Иркутской области заскочил Сергей Матвеев. По образованию преподаватель физики, по делам предприниматель, общественник и борец за природные богатства, говорит, предпочитает Лексус. А у судебных приставов из Иркутска с его полными персональными данными совпадает девять дел, и все не исполнены. Цитирую, меры по отысканию имущества оказались безрезультатными. Ну да кто старый опомянет, тому и глаз вон. Потому Сергей Матвеев новый министр природных ресурсов и экологии. Было дело, социальный лифт выбрасывал чиновников прямо на ходу. После 20 лет работы в администрации города свой пост добровольно оставил базар батажаргалов. Во время внутренней проверки не подтвердился один из его дипломов. Так и ушел. Был главой советского района. На этом месте он не продержался даже года. Как будто кто-то стоп-кран дернул. Второй этаж. Бывает опытного чиновника, как будто высаживают не на том этаже. Так бессменный глава Октябрьского района Андрей Сухоруков поменял чистый кабинет на пост ответственного за ржавые сети и гнилые коллекторы водоканала. Всем рассказывал, что по доброй воле, но верилось с трудом. Было предложение. В общем-то, девятый год на должность, может быть, вопросы, связанные даже с элементарными привычками, где-то глазом и так далее. Но выработка будет интереснее. С исполняющего обязанности водоканала Андрей Сухоруков всего за несколько месяцев скатился до зама. Но потом в мэрии разобрались. Всыпали лифтеру и перевели чиновника из одного мупа в другой. Теперь это новый директор в КСК, друг спортсменов и гроза ночных бабочек. Социальный лифт тянет вверх далеко не каждого. Его движение хаотичное. Стоит немного похулиганить и дальше пойдешь пешком. Чем ниже по рангу чиновник, тем меньше огрехов готова простить ему система. Так, за нарушение антикоррупционного законодательства место главы Джидинского района потерял Валерий Циренов. На посту он находился с 2012 года. Его коллега из Хоринского района Юрий Шарабдаржиев ни в чем предусудительным замечен не был. Оставил пост по собственному желанию и прямиком в администрацию главы республики. Аналогичный прыжок совершила глава Тарбогатайского района Светлана Шабаршова. А уже на ее место пришел бывший заместитель министра экономики Владимир Смолин. Сходу и не поймешь, повысили его или разжаловали. Офисную обувь ему пришлось сменить на резиновые сапоги и почти сразу принять боевое крещение в битве с паводками. Сегодня организовали работу педиатрической службы, потому что есть многодетные семьи, где малолетние дети. Сейчас работает педиатр, осматривает детей. Таким образом ситуацию держим под контролем. Казалось, все, кто мог быть полезным, при деле. Но ни с того ни с сего новая встряска. Рассыпалась старая правительственная колода. Добровольно выйти из игры захотела министр туризма Мария Бадмацаренова. Ее переманили в Министерство Дальнего Востока и Арктики. Также по собственному желанию задвинул кресло министра образования Баир Жалсанов после скандала с субсидиями. Бюджетные деньги ушли, а в отчетах нашли признаки подлога. Из-за этого добровольная отставка не понравилась прокуратуре. Надзорники до сих пор через суд требуют применить формулировку утрата доверия. Минкульт республики покинул заместитель министра Николай Яманаков. Его избрали главой Ивалгинского района. Похоже, отправлять чиновников поднимать село уже тенденция. В Государственную Думу ушел министр спорта Вячеслав Дамденцурунов. Его кресло быстро занял заместитель Иван Козырев. И это, пожалуй, один из немногих чиновников, чья карьера с самого начала видна как на ладони. И что-то мне подсказывает, что сегодня он достиг своего потолка. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ